Добрый день, телеканал «Звезда», Каковежников Константин. Если позволите вопрос, как прошла ваша неформальная встреча с Си Цзиньпином, которая, как заявил ваш помощник, проходила в сверхузком составе, но в ней, в частности, принимал участие министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Затрагивали ли вы тему Украины? И что лично для вас выглядело бы убедительным свидетельством готовности Украины к переговорам? Ранее и вы, и министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно говорили о том, что западным партнёрам больше доверять нельзя. Да, такая встреча состоялась, она была в узком составе. Мы действительно обсуждали много таких вопросов, важных для двухсторонних отношений. Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась. Представитель КНР изложил мне основные тезисы того, о чём шла речь в ходе его недавней поездки в Европу, изложил свою позицию, связанную с китайскими мирными инициативами. Мы уже неоднократно говорили, мы считаем, что Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать эту проблему, предлагает различные варианты, ведёт себя очень гибко и, на мой взгляд, искренне стремится к решению этой проблемы. Мы обсуждали это достаточно подробно. Что касается наших контрпартнёров, так скажем, в данном случае, это касается украинского руководства и его хозяев заокеанских, прежде всего, европейских. Ну что же, мы об этом много раз говорили. Когда наши войска стали под Киевом, нам что было сказано со стороны наших западных партнёров? Нельзя подписывать документы, если противоположной стороны к виску приставлен пистолет. Что надо сделать, было спрошено с нашей стороны. Мы спросили, надо отвезти войска от Киева. Мы сделали это. На следующий день они выбросили все наши договорённости в помойку и сказали, ну, теперь будем воевать до конца. А западные их кураторы заняли позицию, известную теперь всему миру, победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Это же не мы себя так повели, это наши партнёры себя так повели. И устами официальных лиц, в том числе и это сказано было руководителем украинской делегации, в ходе переговоров сначала в Минске, а потом в Стамбуле, приехал тогдашний премьер-министр господин Джонсон и рекомендовал Украине продолжать боевые действия. Иначе сказал господин Арахами, а именно он был во главе делегации, сегодня он возглавляет фракцию правящей партии в парламенте Украины. Иначе сказал он, все боевые действия военные были бы прекращены уже полтора года тому назад. Ведь он это сказал публично, по-моему, на встрече с журналистами. Никто в этом, собственно говоря, не сомневается. То есть, подведём черту под этой частью ответа на ваш вопрос, нас в очередной раз обманули. Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени мы можем доверять. И мы, конечно, сейчас анализируем всё, что происходит в этом плане, на этом направлении. Смотрим, конечно, на то, что происходит вокруг анонсируемой всеми встречи в Швейцарии, в Женеве, по-моему, и там собирались. Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся. Но мы никогда не отказывались от переговоров, в отличие от украинской стороны. Это они вышли из переговорного процесса. Они заявили о том, что собираются нанести нам стратегическое поражение. И они сказали о том, что будем воевать до конца. Собственно, не до конца, до последнего украинца. Они всё это сделали своими руками. У нас есть база для переговорного процесса. То, о чём мы договорились в Стамбуле, и то, под чём фактически, под выдержкой из этого объёмного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он её парафировал. У нас же документ-то лежит, подпись его стоит. Какие ещё какие-то там дополнительные условия, которых мы никогда не слышали, ничего об этом не знаем. В чём смысл этого мероприятия? Понятно. Собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что со всеми согласовано, а потом предъявить России это как уже решённый вопрос, как ультиматум. Такого развития событий не будет.